В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Ветераны войны собрались сегодня у мемориала в Афганском парке, чтобы почтить память погибших. Та война, длившаяся 9 лет, унесла жизни более 15 тысяч солдат и офицеров. Среди них и 300 наших соотечественников. Ольга Капыцина, своими глазами увидевшая, что такое война, рассказывает, несмотря на то, что она женщина, часто приходилось проявлять мужество и силу характера. Через полтора года после Афганистана ее отправили воевать в Приднестровье. Сейчас Ольга за границей пишет книги и рассказывает о пережитом. В рамках мероприятия память погибших на войне почтили минутой молчания. Председатель парламента Игорь Гроссу и министр внутренних дел Анна Ревенко возложили цветы к мемориальному комплексу на Рыжкановке. Ольга Капыцина одна из участниц Афганской войны. Хотя женщин, военнослужащих тогда было мало, из-за маленькой зарплаты журналиста она, рассказывает, решила отправиться в армию. Оттуда офицерам ее отправили в Афганистан, где она пробыла полтора года. Потом были и другие горячие точки. Сейчас, спустя 33 года войны в Афганистане, женщина пытается вычеркнуть из памяти море крови и трупов, увиденные там. Меня отправили в Афганистан. Я пробыла там 18 месяцев. Проходила военную службу в Шинданде. Оттуда перевели в Кабул. Из Кабула через Тарагунди нас отправили домой. После стольких лет этой войны я изо всех сил пыталась забыть все, что там было. Забыть тот госпиталь, куда привозили тела молодых людей. Прожила все ужасы войны. Но, как читает Ольга, выжила и в том числе, потому что дала себе установку. Во что бы то ни стало вернуться домой, где ее ждали двое маленьких сыновей. После 2004 года женщина перебралась во Францию. Сейчас она известная писательница. Почти во всех своих книгах пишет о войне. Рассказывает о пережитом и увиденном глазами женщины. И поясняет, почему человечество должно сделать все, чтобы подобное больше не повторялось. Многие думали, что лучше умереть, чем попасть в плен. То, что я пережила в Афганистане, я описала в своих книгах «Добрений», «Кабульская невеста» или «Хочу домой». Мне было очень важно рассказать то, о чем не знает большинство тех, кто остался дома и кто не прошел эту войну. Традиционно в Молдове 15 февраля отмечается День памяти героев афганской войны. В этом году исполняется 33 года со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова